Еще одна десятка фильмов из 90-х. Здесь уже не все они забыты, тем не менее вспоминают о них не так уж и часто. Поэтому вспомнить будет что, так что поехали! Три ниндзя, 92-й год. Дедушка Мори Танака является высококлассным мастером восточных боевых искусств. И уже несколько лет он тренирует внуков. Сэмуэль, Джеффри и Майкл тренируются, чтобы стать несравненными ниндзя. Однажды давний враг дедушки Хьюго Снайдер дает о себе знать. За ним охотятся агенты ФБР, среди которых отец братьев ниндзя. Снайдер замышляет похитить сыновей агента ФБР, чтобы заставить преследователей отступить. Для осуществления своего умысла Снайдер нанимает троих глуповатых помощников. Но преступников ждет сюрприз. Мальчики вовсе не беззащитны и готовы обрушить на взрослых злодеев утроенную силу разъяренных ниндзя. Это комедийный боевик о боевых искусствах от режиссера Джона Тертлтауба, который снимал Сокровища нации, Крутые виражи, Феномен и участвовал в сериалах Остров Харпера и необыкновенный плейлист Зои. Чтобы в Америке фильм вышел с рейтингом PG, из него удалили некоторые фрагменты фильма, которые были слегка жестковаты. Поэтому при следующем просмотре ищите все-таки полную версию. Три ниндзя это единственный фильм серии, выпущенный Тачстаун Пикчер, в то время как остальные были выпущены Три Стар Пикчер. В детстве фильм смотрелся на ура и порой от этого даже очень хотелось заниматься боевыми искусствами. Но в наши дни фильм кажется очень наивным и подойдет лишь самым маленьким детям. Ну и еще взрослым, которые в детстве засматривались этим фильмом и от нынешнего просмотра будут получать ностальгию. Но такой эффект происходит с большинством картин 80-х и 90-х. Они совсем другие и отличаются от того, что требуется современным зрителям. Изгоняющий заново, 90-й год. Есть пародийный и комедийный фильм, который пародирует ужастики. Например, Экзорцист 73-го года. Многие гэги в фильме как раз и пародируют Экзорциста. Такие сцены, как зеленая рвота и головокружение. А также реальные события, такие как скандалы с телепроповедником 80-х. Выступая перед студентами, святой отец Джидайдай Мэйи рассказывает им историю, случившуюся в 73-м. Когда ему удалось изгнать дьявола, вселившегося в тело 13-летней девочки Нэнси. С тех пор прошло 17 лет. Неожиданно к отцу Джидайдай Мэйи приходит молодой священник Люк. С просьбой еще раз навестить Нэнси, которая вновь одержима дьяволом. Будучи уже сама матерью двоих детей. Интересно, что в фильме «Изгоняющий заново» снялась актриса Линда Блэр, которая снималась в оригинальном «Изгоняющий дьявола». Ну и конечно же в одной из главных ролей здесь появится Лесли Нильсон. Тот самый человек, который очень смешил нас в 90-х. Подробнее о нем я рассказывал в одном из предыдущих роликов. Еще раз он снялся в аэроплане, в голом пистолете, без вины виноватый и еще много где. Хоть много шуток здесь и америкаризированы, и чтобы понять их, нужно было раньше смотреть старые телешоу и американские передачи, но простой и понятный юмор здесь будет также в обилии. Смотреть «Изгоняющего дьявола» я вам рекомендую до просмотра многосерийного очень страшного кино. Это создаст хороший юмористический трамплин. «Джина вызывали. 96-й год». Американское название «Кхазам». Это фантастический комедийный фильм режиссера Пола Майкла Грайзера. Маленького Макса в школе и на улице обижают злые мальчишки. Родители у него давно расстались и мама нашла нового мужчину, который Максу совсем не нравится. Макс любит смотреть на звезды и мечтать о том, что когда-нибудь папа и мама помирятся и снова будут вместе. И вот однажды, спасаясь от хулиганов, Макс проваливается в подвал старого дома и пробуждает ото сна Казама, настоящего джина, огромного темнокожего верзилу, но с весьма доброй физиономией. Казам, как и полагается сказочному джину, предлагает Максу загадать три желания. С другой стороны, ирония состоит в том, что джин не очень-то любит людей. Пяти тысячелетнего джина по кличке Казам играет Шакил О'Нил. Ребятам, жившим в 90-х, объяснять, кто это, не приходится. Но для остальных скажу, что это бывший американский профессиональный баскетболист. За свою карьеру он сыграл в шести командах. Орландо Мэджик, Лос-Анджелес Лейкерс и другие. И является четырехкратным чемпионом NBA. В американских фильмах частенько любили брать звезд спорта на такие вот роли. Особенно, когда дело касается комедий. Фильм получился довольно добрый и веселый. Здесь очень интересно было наблюдать за развитием дружбы главных персонажей. В общем, хороший семейный фильм. Башня ужаса, 97-й год. Идет 39-й год, Голливуд. Пятеро людей заходят в лифт шикарного отеля. Среди них маленькая девочка-актриса. Кабина поднимается до 11-го этажа и неожиданно стремительно падает вниз. Пять душ вылетают из шахты и привидения остаются в отеле, чтобы терроризировать постояльцев в течение многих лет. Прослышав об отеле, населенном привидениями, журналист Баззи Крокер хватается за эту историю, как за возможность реабилитироваться в глазах читателей. Когда-то Баззи был серьезным и авторитетным обозревателем, но настали тяжелые времена. И ему пришлось зарабатывать на хлеб в скользком таблоиде, который он не может терпеть. Баззи отправляется в отель с привидениями вместе со своей племянницей, чтобы провести там независимое журналистское расследование. Старая леди из отеля утверждает, что знает главный секрет привидений. Прогнать их прочь можно только одним способом – отыскать пять вещей, принадлежащих каждому погибшему в лифте. Башня ужаса – это американский телевизионный ужастик о сверхъестественном. Режиссер картины Джей МакХейл. Фильм частично снимался на аттракционе Диснея «Сумеречная зона. Башня ужаса». Хотя к «Сумеречной зоне» он не имеет никакого отношения. В главных ролях здесь снялись Стив Гутенберг из «Полицейской академии» и Кирстен Данс из «Человека-паука» Джуманджи «Вечное сияние чистого разума». Она же является победителем Каннского кинофестиваля 2011 года в номинации «Лучшая женская роль» в картине «Меланхолия». В наши дни башня ужаса может показаться немножко скучным и зрители явно заметят простенькие спецэффекты. Фильм снят так, чтобы развлечь людей и не замахивался на что-то великое. Конго, 95-й год. Американский научно-фантастический боевик «Приключения» и снят по роману Майкла Крайтона «Конго» 80-го года. Режиссер Фрэнк Маршалл, обаятельная горилла по кличке Эмми, бывшая частью научного эксперимента, возвращается на родину в джунгли. За ней следует романтичный молодой профессор, самоуверенная женщина, эксперт по электронике, грубоватый проводник, эксцентричный исследователь и многие другие. Они не знают, что она приведет их не просто в родной дом, а в загадочный край, где должен находиться потерянный город Зинж, богатый своими алмазами, но все неизвестное там таит в себе смертельную опасность. В фильме снялось много знаменитостей. Например, Эрни Хадсон из «Охотников за привидениями», Тим Карри из «Один дома 2», Гранд Хэслов из «Правдивой лжи» и даже Лора Линни из «Шоу Трумана». В этом фильме могли даже появиться Хью Гранд и Робин Райт, но они отклонили предложение о главных ролях. Также тут появится Брюс Кэмпбелл в очень незначительной роли. Он сыграет Чарльза Тревиса. Примечательно, что некоторые костюмы горилл, а также кукла Гиппопотама были созданы компанией Стэна Уинстона и имеют очень хорошее качество. Критики оценили броские визуальные эффекты и захватывающие приключения, но пожурили фильм за лишенных обаяния персонажей и за то, что в кино не сильно проявляется любопытство к научным концепциям. Но в целом, как развлекательное кино, вполне себе неплохо. Хоть и множество номинаций на «Золотую малину» говорят об обратном. «Техасская резня бензопилой 4. Новое поколение». 1994 год. Изначально фильм вышел в прокат под названием «Возвращение техасской резни бензопилой». Режиссером и сценаристом был Ким Хэнкел. В фильме появились большие знаменитости. Это Рене Зальвегер и Мэтью МакКонахи. Сюжет фильма рассказывает о четырех подростках, которые сталкиваются с кожаным лицом и его семьей убийц в глухом Техасе ночью в день выпускного. В эпизодических ролях здесь снялись актеры из первой части. Мэрилин Бернс, Пол Партейн и Джон Дуган. Фильм был показан под названием «Возвращение техасской резни бензопилой» в 1995-м, после чего был снят с проката компанией Columbia Pictures. Два года спустя, после того, как Зальвегер и МакКонахи стали крупными голливудскими звездами, он был переименован и выпущен под названием «Техасская резня бензопилой 4. Новое поколение». Но фильм потерпел финансовый провал и был очень плохо встречен кинокритиками. Ким Хэнкел, сценарист первого фильма, выступил в качестве продюсера, режиссера и сценариста. В фильме задействована сюжетная линия о тайной организации, которая побуждает семью кожаного лица терроризировать мирных жителей, чтобы они постигли просветление. На основу сюжета повлияла теория, связанная с иллюминатами. Также ссылки на это встречаются в диалогах фильма. Четвертая часть была заключительной частью оригинальной серии. Следующий фильм по франшизе стал уже ремейком оригинального фильма. К этому ремейку потом уже вышел приквел «Техасская резня бензопилой. Начало». По итогу, эта четвертая часть имеет низкие рейтинги критиков, которые утверждают, что даже Мэтью МакКонахи и Рене Зальвегер не смогли сделать этот фильм интереснее. Ведь получился запутанный и дешевый слэшер, который совсем не соответствует наследию «Техасской резни бензопилой». Ребенок на прокат. 95-й год. Директор детского дома перед Днем Благодарения уезжает на отдых и просит своего отца, владельца маленькой фирмы, по прокату подержанных вещей заменить его. Оказавшись в роли директора, предприимчивый бизнесмен решает, что и здесь можно делать деньги, сдавая на прокат, ну, например, детей. Американский комедийный фильм, где режиссером выступил Фред Гербер и снова кино, которое пропагандирует семейные ценности. Троих детей из детского дома берет на прокат семейная пара и постепенно к ним привыкает. Все это происходит не без комических ситуаций. В роли отца Гарри сыграл Лесли Нильсон. Также тут появится еще несколько крупных звезд. Это Кристофер Ллойд и Мэтт МакКой. У Лесли Нильсона здесь не такая большая роль, тем не менее он здесь появляется не зря и делает фильм гораздо смешнее и ярче. Ребенок на прокат породил продолжение «Семейный план» 97-го года, где Нильсон и Розато повторяют свои роли Гарри и Клиффа Хаббера. Фильм получился забавным и добрым и является хорошей семейной комедией. Силач Санта-Клаус 96-й год. В канун Рождества эксцентричный миллионер Торн, мускулистый гигант, облачившись в хаки, бегает со своими друзьями по городу, пугая полицейских оружием, которое стреляет красками. Полицейские, сытые по горло ребячеством миллионера, загоняют Торна в супермаркет. Чтобы скрыться от погони, Торн облачается в костюм Санта-Клауса. Миллионер так входит в роль, что вскоре ему начинает казаться, что он и есть настоящий Санта, а значит должен творить рождественские чудеса. Вскоре силачу Санте представляется возможность проявить себя. Злодей Фрост собирается закрыть местный приют, и Санте нужно пустить в ход свою силу, чтобы спасти Рождество для сирот. Силач Санта-Клаус – это американский рождественский комедийный фильм, где в главной роли сыграл Халк Хоган. Также тут появятся Дон Старк, Робин Кертис, Клинт Ховард и даже новая звезда Мила Кунис. Каких-то ярких спецэффектов здесь, конечно, не будет. Совсем немножко в конце. Но тем не менее, фильм праздничный и семейный. Ну, больше, конечно, для детей. Критики ставят рейтинги ниже среднего и говорят, что фильм слабый. Но не все же фильмы могут быть, как у Джима Керри. Ведь даже у него были свои неудачи. Все же свой заряд бодрости этот Санта имеет. Пусть и не на все сто. Белоснежка. Страшная сказка. 97-й год. Американский телевизионный фильм в жанре фэнтези и ужасов. Благородный лорд Хоффман и его беременная жена возвращаются в свой замок. Однако в лесу на их карету нападает стая волков. И женщина оказывается смертельно ранена. Она просит своего супруга спасти их ребенка и вырезать дочку из материнской утробы. Выжившую девочку называют в честь погибшей матери, Лиллиан. Также девочка получает прозвище Белоснежка. Связано это с легендой, рассказанной ее няней. Легенда соотносится с сюжетами одноименной сказки братьев Гримм. Проходит время, и отец приводит в дом новую жену, рыжеволосую Клаудию. Леди Клаудия старается подружиться с маленькой падчерицей, но та не хочет принимать мачеху. В главных ролях здесь сыграли Сигурни Уивер, Сэм Нил и Моника Кина. По словам Сигурни, одной из причин, по которой ей захотелось сыграть злую королеву, было желание понять, как король мог быть так глуп, что женился на такой жесткой женщине. Да к тому же готовой пойти на убийство. Так что ей захотелось показать, что у мачехи были самые лучшие намерения. На роль Лилиан изначально планировали Алисию Сильверстоун. В итоге получилась совсем другая Белоснежка, очень фэнтезийная и страшная, с отличным гримом и завораживающими спецэффектами. В общем, готичная сказка для взрослых. Яйцеголовые, 93-й год. Вполне может быть, что человек не одинок во вселенной. И встреча с собратом по разуму, отличающимся от землян, только по форме черепа, не исключение. Во время посадки на Землю, корабль яйцеголовых инопланетян сбивает истребитель ВВС США. И яйцеголовые вынуждены жить среди людей. Постепенно семейство чужаков осваивается среди землян и даже принимает этот образ жизни. Яйцеголовые – это научно-фантастический комедийный фильм от Paramount Pictures, спродюсированный Лорном Майклзом. Режиссером выступил Стив Беррон. Комедия была основана на комедийных скетчах про инопланетян из NBC Saturday Night Live. Тут снялось множество замечательных комедийных артистов. Адам Сэндлер, Крис Фарли, Эдди Гриффин, Элен Де Дженерес. Ну а в главной роли сыграл Дэн Экрайт. Конечно же, известный нам по «Охотникам за привидениями». Фильм забавный, комедийный, но зарубежные критики были не в восторге. Они заявляли, что фильм мрачный и унылый, и на самом деле очень сложно растянуть маленький скетч на полнометражный фильм. Но нам, простым зрителям, да еще и с другой части планеты, на самом деле все равно. Посмотрели, посмеялись, если, конечно, переводчик все перевел как надо. Ну и в голове отложилось. Была такая комедия про вот таких вот яйцеголовых. Смотреть вполне себе можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин